Приветствую всех зрителей у себя на канале. Сегодня я сонный, поэтому занудный голос попрошу простить. Надеюсь, это делу не помешает. Сегодняшнее видео запланировано для начинающих радиолюбителей. В ходе этого видеоролика я вам расскажу про две простые схемы. Это стабилизатор напряжения и стабилизатор тока, которые построены всего лишь с применением одного канала операционного усилителя. То есть это простые схемы, они хотя и являются полностью рабочими, но в данном случае приведены чисто для демонстрационных целей. Будет все простым понятными словами, ну и парочка простых формул для большей наглядности. Легко догадаться, что верхняя схема является стабилизатором напряжения, нижняя схема соответственно стабилизатором тока. Обе схемы состоят из трех основных частей. Это источник опорного напряжения или образцовый источник или эталонный источник, называйте как хотите. Сравнивающий узел в лице операционного усилителя и усилительный элемент, обеспечивающий усиление потоку в лице НПН-транзистора. Что тут, что тут. Источник опорного напряжения. Задача этого источника – формировать образцовое напряжение, стабильное. Ну, в идеале, конечно же, это напряжение должно всегда оставаться стабильным, независимо от внешних факторов, такие как изменения входящего или питающего напряжения, нагрузки, температуры и прочее, прочее. Ну, конечно же, в реальных ситуациях так не бывает. Определенный температурный дрейф имеется. То есть, эти штуки не супер-пупер стабильные. Но, справедливости ради, нужно заметить, что обычные стабилитроны тоже бывают очень высококлассными. Ну, как обычные стабилитроны, даже самые-самые высококлассные эталонные источники в своем составе содержат образцовый стабилитрон. Значит, резистор R1 обеспечивает ограничение тока для данного стабилитрона. Конденсатор у нас для того, чтобы стабилитрон меньше шумел. То есть, сглаживает напряжение на стабилитроне. Далее, это опорное напряжение, ну, допустим, 5,1 вольт поступает на прямой вход операционного усилителя. На инверсный вход операционного усилителя поступает напряжение, которое нужно сравнить с опорным. Это, в данном случае, выходное напряжение, но напряжение с выхода не напрямую, а через резистивный делитель в лице двух резисторов. Основная функция операционного усилителя – это сравнение напряжений. То есть, операционный усилитель всегда стремится к такому состоянию, чтобы напряжение на его входах, разница напряжения на его входах была нулевым. И делает это с помощью уменьшения или увеличения выходного напряжения. По принципу работы, ну, допустим, мы подключили к выходу данного стабилизатора какую-то нагрузку. Соответственно, образуется просадка напряжения. То есть, выходное напряжение у нас уменьшается. Это приводит к тому, что уменьшается и напряжение на выходе резистивного делителя. Следовательно, напряжение на инвертирующем входе операционного усилителя становится меньше, чем на прямом входе. Операционный усилитель, соответственно, попытается выровнять это напряжение между входами и сделает это путем увеличения выходного напряжения. Увеличение выходного напряжения приведет к еще большему отпиранию силового транзистора. Соответственно, выходное напряжение будет расти, будет расти напряжение на выходе делителя. Это будет продолжаться до тех пор, пока это напряжение не будет равным на другом входе. Вот у нас простой расчет выходного напряжения, которые зависят от опорного напряжения. Здесь, естественно, не учитывается много факторов, это просто облегченный расчет, но в целом он справедлив, можно сказать. Здесь для этого расчета используется, нам нужно знать только сопротивление резисторов и опорное напряжение. Конечно, это напряжение, данная схема нам позволяет построить регулируемые источники питания, при том это делается довольно простым образом. Мы здесь можем поставить переменный какой-нибудь резистор и подавать разное напряжение на прямой вход операционного усилителя, соответственно, заставив его сравнивать выходное напряжение с разными напряжениями, что приводит к изменению в целом выходного напряжения. Важно понимать, что мы сейчас рассматриваем линейные схемы, то есть что верхняя, что нижняя схема, в них силовой элемент, транзистор, работает в линейном режиме. А это предполагает низкое КПД, особенно если разница входного и выходного напряжения довольно большая. То есть режим, например, короткого замыкания, то есть все у нас будет гаситься на транзисторе, выделяться, вернее, на транзисторе в виде тепла. Нижняя же схема работает точно по такому же принципу, но представляет собой стабилизатор тока. Здесь, как и в верхней схеме, у нас имеется опорный источник, силовой элемент, соответственно, нагрузка уже подключена вот таким вот образом, и резистор R3, который является датчиком тока, он же шунтом. При подключении, ну, допустим, здесь у нас, соответственно, плюс, выход, да, здесь у нас минус приходит. Ну, это образно, чтобы было представление. Когда мы подключаем нагрузку на датчике тока, он же шунт, образуется, соответственно, падение напряжения. Это падение напряжения мониторится операционным усилителем и сравнивается с опорным напряжением. Значит, как правило, в реальных схемах, допустим, в тех же лабораторных блоках питания, датчик тока представляет собой низкоомный резистор. То есть, падение напряжения, соответственно, небольшое, поэтому опорное напряжение тоже выбирается небольшое и поступает, как правило, не непосредственно со стабилитрона или с микросхемы опорного источника, а с делителя, который дополнительно устанавливается на выходе образцового источника. Рассмотрим случай, когда подключенная нагрузка потребляет ток выше установленного значения, которое определяется по данной формуле. В таком случае, соответственно, будет образоваться падение напряжения на этом шунте, которое выше опорного напряжения. Следовательно, напряжение на инвертирующем входе выше, чем на прямом входе. Таким образом, операционный усилитель, опять же, помним принцип. В данном случае у нас будет уменьшать свое выходное напряжение до тех пор, пока напряжение на входах не выровнится. То есть, он уменьшает выходное напряжение, соответственно, начинает закрываться данный транзистор, ток в цепи уменьшается, уменьшается и падение напряжения на этом шунте до тех пор, пока оно не будет равным опорному напряжению. Вот и весь принцип стабилизации тока. Я под своими, под чужими видеороликами, в форумах, именно часто наблюдаю комментарии от людей, которые не совсем понимают понятие именно стабилизации или в целом ограничения тока. Ребята, в любых ситуациях, в любых случаях, где необходимо стабилизировать ток, в целом стабилизация тока, возможно, за счет напряжения. То есть, не стоит отделять эти понятия. Что в данном случае делает наша система? Мы фактически говорим о токе, но мы оперируем с падением напряжения на шунте. Мы изменяем выходное напряжение данной схемы до тех пор, пока ток у нас не будет, допустим, на уровне 1 А. То есть, все манипуляции делаются именно с напряжением. Мы уменьшаем или увеличиваем для того, чтобы добиться желаемых нам параметров тока. Ну и напоследок замечу, что есть комбинированные схемы, которая может работать и в режиме стабилизации напряжения, и в режиме стабилизации тока. То есть, всем хорошо знакомые CVCC-зарядные устройства или лабораторные источники питания как раз-таки могут работать в этих вот режимах. Но стоит указать то, что любой источник питания, независимо от того, как он собран, может работать либо как стабилизатор напряжения, либо как стабилизатор тока. То есть, одновременно работать и как один, и как другой источник не может. Это важно тоже понимать. На этом, друзья, у меня все. Не забываем оценить данное видео. Если появляются вопросы, напишите в комментариях. Постараюсь по мере возможности на них ответить. До новых встреч. Пока.